Без права на ошибку, один неверный поворот и можно заблудиться в бесконечных протоках. По прямой от Нори до Надыма 70 километров. Зимой на снегоходе можно добраться за пару часов. Осенью же приходится петлять на водном транспорте. Время в пути минимум три часа. Село Нори – отправная точка для членов избирательной комиссии. Сегодня они плывут в труднодоступные места на досрочные выборы. Первая остановка – стойбище на реке Харылянг, что означает «извилистая». В начале голосования, а уже после общения, для местных любой визит – это целое событие. Вообще в тундре очень гостеприимный народ и во время выборов предлагает гостям свои национальные блюда. Вот что это такое? Это варка по-русски. А по-нашему она называется порса. Ну по вкусу как консерва получается. Ну да, она же от простуды помогает. Хозяин соседнего чума тут же решил провести для нас экскурсию по огороду. Оказывается, и в тундре можно заниматься садоводством. Председателя избирательной комиссии, кажется, уже ничем не удивишь. Весь местный электорат она знает в лицо. Основная сложность выборов в труднодоступных местах – это непредсказуемая северная погода. Утеплялась теплые штаны, ну сапоги, для того, чтобы ноги не промокли ноги с шерстяными носками. Председатель избирательной комиссии отмечает, более ответственно к голосованию подходят женщины, особенно многодетные мамы. За что голосует мама девятерых детей? За комфортное предоставление всего жилья. Самое главное – застать тундровиков в стойбище. Ведь они в любой момент могут уехать на рыбалку или пойти за ягодами. Так произошло и здесь. Хозяев нет, а вот авка не отходит далеко от чума. Вот авка так называют оленя, который вырос в чуме, а не в стаде. Ну такое вот одомашненное животное. В этот раз члены избирательной комиссии посетили пять стойбищ. Свой гражданский долг исполнили несколько десятков человек. Урны с бюллетенями опечатали. Их почитают в основной день голосования. В абсолютном большинстве у нас участвуют четыре партии. Это Единая Россия, ЛДПР, КПРФ, Справедливая Россия за правду и партия Новые люди. В среднем на один депутатский мандат у нас претендует от двух до пяти кандидатов. В Надымском районе в Новом Уренгое 11 сентября пройдут доп. выборы депутата в Тюменскую областную думу. Также в газовой столице можно будет проголосовать за депутатов в городскую думу. А в Шурышкарском районе жители определят новый состав местного представительного органа. Андрей Романов, Виктор Тюняков, Риме Ямала.